Продолжение следует... 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 высокий и очень высокий. И в зависимости от развития глиссона мы видим, что для высокого и очень высокого у нас индекс глиссона составляет 8, 9, 10. Базисная диагностика рака предстательной железы – это, конечно, тест крови на ПСА. Обязательно нужно использовать пальцевое ректальное исследование, которое нам позволяет местно оценить процесс, который располагается в предстательной железе, а также биопсия предстательной железы с гистологической верификацией. Либо исследование резицированной ткани предстательной железы во время оперативных вмешательств. Если мы говорим про биопсию предстательной железы, конечно, безусловно, мы говорим о том, что нужно брать под контролем УЗИ, мы должны говорить о том, что было достаточное количество столбиков. Это связано с тем, что нам нужно максимально получить опухолевую ткань для того, чтобы нам гистологи могли на большем материале нам сказать, какой имеется истинный глисон в этой опухолевой ткани. Если мы… Основные прогностические процессы, опять же, это уровень ПСА, степень дифференцировки опухоли по шкале глисона, клиническая стадия по данным пальцевого ректального обследования, лучевых методов диагностики. И все это могут… В настоящее время у клинициста в наборе есть намограммы Катана и таблицы Партена, которые позволяют нам максимально клинический глисон подвести к патоморфологической стадии. Это очень важная история, потому что мы знаем, что для низкодифференцированных опухолей, которые имеют локализованную стадию, мы должны предлагать оперативное лечение. И когда мы говорим про простатоктомиога, мы говорим о том, что если мы опухоль убираем, предстательную железу с опухоли убираем из организма, мы максимально говорим о том, что мы можем максимально увидеть тот патоморфологический глисон, мы можем правильно стратифицировать пациента в определенные группы риска для того, чтобы планировать им дальнейшее лечение. Если мы говорим о клинической стадии заболевания, то, конечно, безусловно, ограничения, связанные с тем, что мы берем при биопсии малое количество, оно не позволяет нам полностью подвести и поставить знак равно между клиническим и патоморфологической стадией. Группы риска для локализованного, местно распространенного рака предстательной железы, я тоже еще напомню по классификации ТНМ, мы видим, что если у нас все-таки есть распространенность процесса за пределы капсулы, это местно распространенное, то это высокий и очень высокий риск. При этом мы говорим о том, что уровень ПСА и уровень глиссона будут крайне высокие. Посмотря на опухолевую клетку, в чем же развитие высокодифференцированной, низкодифференцированной, что я смогла посмотреть, это, конечно же, чувствительность андрогенных рецепторов и количество, если мы посмотрим на рак предстательной железы, чередование его лечения метастатического, ну на примере лечения метастатического рака предстательной железы, мы видим, что у нас несколько есть барьеров лекарственной терапии, тогда, когда мы можем последовательно влиять на опухолевую ткань для того, чтобы пациенту максимально дать эффект лечения. Если у нас не работают антиандрогены второй генерации, если у нас развивается кастротрезистентность, то следующим моментом, конечно, безусловно, нужно поменять механизм лекарственной терапии. В данном случае мы можем рассматривать лекарственные агенты, такие как химиотерапия токсанами на лечение, которые будут воздействовать именно на микротрубочки. Далее мы можем опять перейти на антиандрогены, далее мы можем опять перейти на влияние опухолевого ядра, допустим, если у пациента выявлена мутация. Говоря о раке предстательной железы, мы говорим все-таки, что это гетерогенная опухоль. В данном случае эти понятия пересекаются именно с той шкалой Глиссона, которую мы используем в клинической практике. Мы видим, что в опухоли имеется андроген зависимой клетки, андроген независимой клетки. И когда мы пациенту назначаем, допустим, лекарственную терапию, в любую лекарственную терапию у нас возникает ситуация, когда андроген зависимые клетки начинают погибать и дальнейшее уже развитие опухоли происходит именно за счет андроген независимых клеток. В связи с этим вот я и предыдущий слайд показывала о том, что нам нужно менять механизм действия обязательно для лечения. И далее уже последующие рецидивы, и мы это видим в своей клинической практике, протекают по более низкодифференцированному механизму развития. При этом пациенты уходят в кастрат, глубокую кастрат резистентность, тогда, когда мы уже имеем низкодифференцированную опухоли. Есть еще одна теория, это андроген депривационная терапия способствует отбору андроген негативных клеток, и мы видим, что действительно они перекликаются и говорят нам о том, что все-таки гормонозависимые клетки в процессе лечения гибнут, и дальнейшая ситуация у нас за счет метастатического, за счет независимых андрогенов. Есть еще две теории развития резистентности к астратационной терапии, это тоже перекликается именно с низкодифференцированными клетками, о том, что у нас есть в составе гетерогенности андроген зависимый, андроген независимый. Когда мы губим андроген зависимый, получаем первые эффекты лекарственной терапии у пациентов, которые получают наше лечение, дальше у нас идет адаптация, либо адаптация пролиферации к низким уровням тестостерона, и опухоль продолжает расти, либо возникает селекция андроген независимых клеток, которые будут нечувствительны к нашему лечению. Говоря вообще о раке предстательной железы на сегодняшний момент, конечно, безусловно, учитывая того, что мы, во-первых, у нас есть увеличение, уменьшение выявления ранних форм заболевания, у нас есть редкие формы метастатического поражения рака предстательной железы. Для всех это понятная история, когда у нас есть фисцеральная генерализация, которую мы подтверждаем, в некоторых случаях подтверждаем еще гистологически, что это все-таки адаптация рака предстательной железы. У нас есть лимфогенная генерализация, у нас есть костная генерализация плюс распространение местных процессов. Также есть у нас, допустим, один из слайдов нашего коллеги, тогда, когда был верифицирован метастазы в коже рака предстательной железы. Если мы говорим про низкодифференцированное, как клиницист, я, наверное, хотела бы рассказать эту историю течения заболевания. Я хотелась бы, наверное, как клиницист еще рассказать на своей клинической практике, с какими проблемами мы сталкиваемся у пациентов, которые верифицируются низкодифференцированной опухоли. Это мужчина, 49 лет, это врач, жалобы на затрудненное мочеиспускание, болевой синдром над лобковой области, не требующий приема обезболивания. В 2016 году пациента ПСА-6,4, но у ректального пациента определяется местно распространенный процесс с инвазией в семенные пузырьки и переднюю прямокишечную фацию. Мы сразу говорим о том, что у нас есть местно распространенный процесс на низких уровнях ПСА, и мы сразу говорим о том, что мы можем здесь заподозрить низкодифференцированную опухоль. Пациенту выполняется на тот момент, в 2016 году, биопсия предстательной железы с 7 точек, и мы действительно получаем низкодифференцированную опухоль, глисон, 8,4, плюс 4. По дальнейшему дообследованию отдаленных метастазов мы не обнаруживаем, при этом мы получаем классификацию по ТНМ, Т3Б0М0G4. Пациент отнесся сразу по распространению местного процесса группы высокого риска. Пациенту начинается терапия аналогами ЛГРГ, и мы видим, что на фоне аналогов ЛГРГ у нас снижение ПСА идет, но не так, как нам хотелось, и только через год мы добиваемся надира 0,9. Пациенту дважды предлагается лучевая терапия. Мы понимаем, что за счет длительной андрогеновой депривации мы можем заглушить и влиять только на андрогенозависимые клетки. Дальнейшее лечение должно быть проведено в виде стереотоксической лучевой терапии, но пациент дважды отказывается от лучевой терапии, и в 2018 году на фоне длительной терапии аналогом ЛГРГ у пациента начинаются признаки генерализации процесса, у него имеются признаки лимфогенного генерализации. Пациент все-таки уже соглашается на лучевую терапию, мы ему проводим лучевую терапию, но тем не менее в марте 2020 года у нас начинается кастротрезистентность. Если мы посмотрим на развитие кастротрезистентности, мы видим, что генерализация процесса пациента проходит все-таки на низких уровнях ПСА, и в 2020 году у пациента начинаются проблемы с неврологической клиникой, пациент дообследован, оперирован в общей лечебной сети, у него является метастаз аденокарцинома в головной мозг, то есть достаточно редкая локализация рака предстательной железы. Мы проводим ЭГХ-исследование, нам подтверждается, что это аденокарцинома в головной мозг. Пациенту начинаем антиандрогены второй генерации. На фоне андрогена второй генерации у пациента также начинает снижаться ПСА, но оно не так, как нам хотелось. И в январе 2021 года у него начинается прогрессирование заболевания. Учитывая того, что это низкодифференцированная опухоль, распространенный процесс, плюс редкая локализация в головной мозг, безусловно, этому пациенту было показано, и мы протестировали его для выявления генов мутации АШРР. Мы у него находим мутацию в генах АТМ в виде белковой замены, и пациенту назначается в дальнейшем при прогрессировании терапия лопорибом. Если мы говорим про вообще критерии оценки течения рака предстательной железы, я бы, наверное, хотела сказать о том, что рак предстательной железы и дальнейшего лечения и наблюдения, но то, что на старте, безусловно, этим пациентам нужно более агрессивное, если мы являем низкодифференцированную опухоль, более агрессивное лечение, то здесь бы рассматривался вопрос радикальной простатоктомии, ну и либо дистанционная лучевая терапия с длительной андрогенной депривацией. В дальнейшем определение и наблюдение этих пациентов, и я вот тут подумала о том, что все-таки мы имеем маркер такой, как ПСА, мы есть симптоматическое прогрессирование, то есть оценка статуса ЭКОК пациента плюс его жалобы, и плюс есть оценка радиологического прогрессирования, которое характеризуется либо ПСМА под КТ, если пациенту было выполнено радикальная простатоктомия при маркерном прогрессировании, тогда мы можем использовать ПСА, либо это МСКТ грудной, брюшной, плюс скинирование костей скелета, и если мы говорим про низкодифференцированную опухоль, я бы, наверное, говорила о том, что этим пациентам, конечно, безусловно, нужно проводить радиологическое обследование, так как уровень ПСА для них не всегда является маркером, и в данном случае иногда бывает, что на низких уровнях ПСА, когда они ПСА негативные, мы, конечно, можем пропустить именно генерализацию процесса и метастатическое распространение. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Я сразу скажу, что, конечно, у Ирина Владимировна была достаточно сложная тема для выступления, поскольку гистология в исполнении клинициста – это всегда достаточно сложно. Тем не менее, огромное спасибо за Ваше сообщение, очень интересно, и мне очень понравилось, что Ирина Владимировна начала свое выступление с того, что они работают мультидисциплинарной командой, которая ставит диагноз с привлечением и диагностов, и учетом морфологической формы, а в то же время закончила тем, что не каждый рак предстательной железы, особенно низкодифференцированной формы, сопровождаются ростом маркера. Ну и, конечно, мы прекрасно увидели то, что возможна селекция опухолевых клеток в процессе лечения, особенно в процессе гормонального лечения. Но мы, как и анонсировали, Нина Андреевна, я думаю, что все согласятся с тем, что Нина Андреевна прокомментировала, сделала свои замечания, высказывала по поводу влияния гистологических форм на течение болезни. Я бы сейчас внесла некоторые коррективы в классификацию и формы гистологической рака предстательной железы. В последней классификации выделяют типы рака предстательной железы. Это ацинарная аденокарцинома, протоковая аденокарцинома, плоскоклеточный аденоплоскоклеточный рак, поротелиальный рак. Это аденокарцинома с нейроэндокринной дифференцировкой, связанной с лечением или не связанной с лечением. И новый вариант – это аденокистозный рак предстательной железы. Что касается ацинарной аденокарциномы, там разделили на особые варианты строения, которые не имеют никакого клинического значения. Они нужны только для того, чтобы морфологи их не пропустили, потому что они сложны к диагностике. Это атрофический вариант, псевдогиперпластический, пенистоклеточный, муцинозный рак предстательной железы. А также выделили подтипы ацинарной аденокарциномы, которые имеют важное клиническое значение. Это перстневидно-клеточный рак, саркоматоидный рак и плеамортный гигантоклеточный рак. Почему они имеют значения? Потому что это очень агрессивные варианты рака. Выживаемость, как правило, не превышает двух лет. Они рано выходят в кастрат резистентность и имеют свою морфологическую картину. Но при этом они остаются ацинарной аденокарциномой. Протоковый рак предстательной железы – это агрессивный вариант рака. Сейчас обсуждается вопрос, не стоит ли его поместить в раздел как вариант ацинарной аденокарциномы. Но все-таки он имеет свои особенности. Он не дает повышения ПСА. У него есть особые характеристики по метастазированию. Он любит метастазировать головной мозг, печень. Поэтому в вашем клиническом случае, тем более высокая сумма глиссона, вполне возможно, там есть компонент протокового рака. И, конечно, когда мы знаем изначально, что у пациента та или иная форма рака, мы подразумеваем, уже будем ожидать, как будет вести себя этот рак, как будет вести себя уровень ПСА и где искать метастазы. При протоковом раке, допустим, не всегда можно ориентироваться на уровень ПСА. Ну и нейроэндокринный рак предстательной железы, он может быть связан с лечением, как результат селекции нейроэндокринных клеток. Но может возникать и денова. Вот варианты, как он возникает, денова, очень разнообразны. Вот из этой вот клетки, которая очень высоко дифференцированная, которая в норме в железах предстательной железы, она постметатическая клетка. Маловероятно, что может развиться такой высокоагрессивный рак. Скорее всего, это мнение мировое, скорее всего, этот рак денова возникает из стволовой клетки, которая имеет потенциал в любую сторону дифференцированности, или в базальную, или в люминальную клетку, или в нейроэндокринную. Спасибо, Нина Андреевна, спасибо, Илья Владимировна. Коллеги, может быть у кого-то есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад, очень приятно. Мы уже третий доклад подряд обеседуем о ПСА-негативном раке предстательной железы. И у меня возник такой вопрос. Мы здесь видим в клиническом примере, что это, можно так выражаться, наверное, терминологии такой нет, что это рак предстательной железы с элементами ПСА-негативного рака. ПСА низкий, 6,4, но не сильно высокий. Т3Б, глисон-8. И пациенту мы предлагаем андроген-депривационную терапию, которую он получает, при этом ПСА, он исходно был не сильно высокий и падает до единицы. Их колеблется в районе одного. Но, как правило, мы видим при типичном раке предстательной железы, ПСА падает до нулей. У этих пациентов имеет смысл назначать химиотерапию? У этих пациентов имеет, ну мы знаем с вами о том, что показатель для химиотерапии, даже безусловно, учитывая того, что это низкий ПСА плюс распространение Т3Б, но мы его дообследовали, это Н0, М0. Мы говорим о том, что мы должны максимально применить локальные методы лечения именно на саму предстательную железу. Понятно, в процессе лечения мы, безусловно, уйдем в какие-то химиотерапевтические режимы при появлении метастатической болезни. На старте эти пациенты стратифицируются в группу очень высокого риска и группу очень высокого риска по нашим клиническим рекомендациям. Безусловно, это либо предложение оперативного лечения в виде радикальной простатоктомии, либо гормоноучивого лечения. То есть мы стартуем. Если говорить о химиотерапевтических агентах на локальной стадии заболевания, то я бы здесь не рассматривала. Безусловно, пациент запрогрессирует. Безусловно, пациент будет иметь раннюю костротрезистентность. Стартовать мы должны по классическим схемам лечения, и в данном случае гормоноучивое. Классические схемы лечения, они были на тысячах пациентов, были предусмотрены при типичном раке предстательной железы. А вот эти раки, которые с элементами ПСА-негативного рака или ПСА-негативный рак, мы на самом деле о них же мало разговариваем, но они есть, эти пациенты. Если бы у пациента при такой локализации было бы распространение по метастатическим очагам, безусловно, мы начали бы схеми тренировать. Понятно. А так бы не сотрудник этого, да? Мы бы все-таки предложили более локальные методы лечения именно на первичный чек. Может быть, я немножко добавлю в том плане, что ПСА-негативный рак, в первую очередь, одно из показаний для того, чтобы рассмотреть вариант химиотерапии. Это раз. С другой стороны, вопрос в том, что у нас, как Нина Андреевна, я думаю, меня поддержит, что есть варианты, когда есть именно нейроэндокрин, и рак предстательной железы, который тоже может сопровождаться ПСА-негативным течением. И в этом случае здесь вопрос о виде химиотерапии. Здесь, конечно, в случае нейроэндокринных раков, это, в первую очередь, платина, содержащая химиотерапия, в отличие от стандартной, доцитоксилы, к которым мы привыкли. Поэтому химиотерапия имеет важное значение при ПСА-негативных рак предстательной железы. Но здесь вопрос, опять же, гистологической формы, выяснения уже планирования дальнейшего лечения. Я поддержу Юлию Владимировну. Да, и плюс распространенность, безусловно. У нас должна быть металлический процесс. На локальный рак мы не можем применять химиотерапия в содержащие режимы, если мы все-таки говорим о аденокарциноме, даже ПСА-негативной. Да, спасибо, Юлия Владимировна, абсолютно право. Большое спасибо за доклад, Юлия Владимировна. Наши морфологи все чаще нам дают заключения, как микрокарцинома. Я не знаю, есть ли у вас такие заключения. Вопрос, наверное, сначала к Нине Андреевне. На ваш взгляд, это отдельная форма все-таки рака предстательной железы, или это все-таки недостаточный забор материала? И, соответственно, вопрос к Юлии Владимировне. Есть ли у вас такие пациенты, и как в своей клинической практике вы с ними поступаете? Одно время было очень модно. Очень модный диагноз был микрокарциномы. Статьи писали об этом, и определялась она как опухоль, которая занимает менее 10% одного столбика из всех. То есть это микрофокус в единственном столбике. И опять мы возвращаемся к этим микрофокусам. Если это откровенный фокус с признаками АТП, и не сомневаемся, что это рак, мы говорим о том, что это рак, что он занимает столько-то процентов длины столбика, но микрокарциномы называть это не надо, потому что мы понятия не имеем, что делаются в предстательной железе по итогу. Если это 2-3 железы, и нам пришлось делать иммунно-дистохимическое исследование, я вообще противник этого метода. Не потому что он плохой, а потому что есть другие процессы, которые симулируют вот эти микрофокусы, например, неполная атрофия, там можно не выявить базального слоя, и мы поставим рак там, где его нет. Если недостаточно признаков морфологических, чтобы без иммунно-дистохимии поставить рак, даже если это небольшой фокус, 5-10%, то я противник иммунно-дистохимического исследования, потому что можно ошибиться, и вы будете лечить человека, которого не надо лечить. Что касается микрокарциномы, то мы не ставим. Да, был период, и я тоже ставила, это было модно во всем мире, но мы не знаем, что в этой предстательной железе. И в любом случае вот микрокарцинома, а по итогу оказалось после операции это 3-б. Здесь еще надо смотреть, как была взята биопсия, насколько адекватная биопсия, насколько полноценные столбики, какое их количество. Если это 12 полноценных столбиков, длиной 1,5 см, 1,5 см и больше, тогда с большей уверенностью можно говорить, что там небольшой фокус. Но жизнь показывает, в моей жизни было не больше двух таких случаев, когда после простатоктомии рак оказывался очень таким небольшим, локализованным очком. Но в большинстве случаев все равно выявляется рак, который совсем не микро. Нина Андреевна, я по-разному понимаю, что микрокарцинома имеется в виду не гистологическая форма, а объем поражения. Да, это объем поражения, конечно. Это всегда цинарная аденокарцинома. И должно быть написано цинарная аденокарцинома. Мы все-таки в заключении должны получить, что это либо аденокарцинома и гладация по глиссу. Да, да, обязательно. Даже самый маленький фокус все равно гарантируется по системе глиссу. А объем поражения указывается под процентом поражения столбика, и, соответственно, мы имеем информацию, именно понимаем, что делать с этим дальше. В виду микрокарцинома ставили, если только в одном столбике из всех, из 12, 18, в зависимости от того, сколько в этом случае столбиков. В дополнение Андреевна, безусловно, я хочу сказать, как клиницист, если мы получаем по гистологическим микроаденокарцином, у нас тоже были такие истории, мы сразу делаем на шаг назад, как клиницисты. Во-первых, безусловно, нужно исключить правильность взятия биопсии. И нужно напомнить, что у нас есть, во-первых, оценка биопсийного материала, это количество, толщина столбика, процентное содержание аденокарциномы в каждом. И когда мы исправляем этот этап технически правильного взятия биопсии, дальше нам гистологи, если все-таки говорят, что это микроаденокарциномы, они всегда с нами созваниваются. Они говорят, во-первых, оценка ректального осмотра на МРТ, то есть они на сегодняшний момент все-таки идут с нами вместе в общей связке. И, безусловно, такие ситуации мы натыкались. То есть сейчас этих ситуаций у нас в диспансере нет. Мы можем поставить ПИН, они могут написать повторную биопсию через 3-4. Если технически все правильно через 3 месяца, если технически правильно все было сделано. Потому что мы натыкались на историю, когда общая лечебная сеть, в данном случае у нас есть больницы, которые на микроаденокарциноме делают простатоктомию, там ничего не находят. Действительно, такие ситуации есть. И потом начинается история. То есть здесь нужно просто исключить именно техническую ситуацию. Если техническая ситуация исключена, то прежде всего нужно подумать о больном. И действительно у нас есть 3 месяца для того, чтобы верифицироваться повторно. Спасибо, Леонидовна. У нас коллеги. Продолжение следует...